Дмитрий, это грустное письмо, всех хочет заняться профессионально этим делом, оказывается, что ему запрещено фактически. Сорта абрикосов одобрены до западного сущего Сибири, шесть сортов. Если я хочу получить грант, все делать официально, то выращивать могу только их. А теперь давайте на них посмотрим. Солнышко, любимый город Набакан, Сибиря, Боковсенская, Сибирская. Я уже давно ищу, я знаю, где два дерева растят этого самого Сибиряка Байкалова. Знаю, а больше не знаю. Я знаю, что в этом самом, практически все погибло там, в этом, по севере там, 100 километров от нас. Так, сад уже давно погиб. Фактически, мы там несколько штук еще дышим. И все, больше не знаю. Где брать материал? Обращаться к этим самым. Вы наберете горный Абакан, а там обязательно будут фотографии вот таких абрикосов и обязательно они будут испанские или итальянские. То есть, это самое, фальшивые сайты. А сразу продадут. И вот если он возьмет это все, с них начнет, это все погибли. А как теперь будет дальше? Еще когда-то, он еще не имеет права даже с ними заниматься. И вот представим себе, что начинается что? Буду искать, где купить по одной штуке. Ладно, невеликие деньги. В общем, видите, как все это горько, когда чьи-то пальцы вот на горле у нас. Живу в Канаде. Два года приобрел участок. Длинные суровые зимы. До минус 55. А я все удивлялся. Я вырастил до плодоношения два сорта канадских. Нормальные сорта, но не шедевры. Да вот. Не знаю я. Что это? Ну, я бы не стал связываться с Канадой. Да? Вот. Возможно ли пересылка семян? Уже хотя бы потому, что официально семена без документов туда не уйдут. По России еще можно. Туда уже никак. Серьезно все это. Вот. Если он смотрит, а он далека смотрит, человек, который в Канаде. Где тут его подпись-то? А, Марина, Марина. Вот. Если бы Марина могли бы организовать мои косточки как-то так. Где-то в чемодан, да поглубже, да двойное дно. Я черенки прятал у таможенников. Это самое. На границе между Харьковом и Белгородом. Прятал. А куда деваться? Бывшая родина. Так. И что получается? В пределах России, а там как хотите, да, в Канаду. Почему? Возможно, именно мои косточки в Канаде покажут себя максимально. Для меня, пусть единственных случаев такое нет. Есть еще несколько случаев. Но этот официальный. Есть доклад, есть реферат, есть какая-то самая статья ученая. Того же самого Ваулина. Разница между моими сельцами с того самого гиганта Патриарха. И тем, что есть не только где-то там, на юге, а даже на Урале. Он же сравнил. Вот. Со своими этими. С разными этими. Они исключительные. Наверное, или вы каким-то образом, Марина, сможете. Я высылаю, допустим, в Москву. А дай второго не расти. Если как-то, каким путем, не знаю. Но я знаю через границу. При Балтийской республике уже несколько случаев. Я отправляю там куда-то. На границе. Чуть ли не на деревне, которая на границе. А там. Какая она на границе? Наверное, как-то любую водку пить. Ездят с одной деревни в другую. Хотя там уже Эстония, Латвия или Литва. Понятно, да? Вот так я отвечаю. Вот. Теперь. Амрикой Жердель. Это моя гордость. Написано. От Железова. Так. Начал созревать. Это было в 18-м году. Это первый случай. Пока единственный, где. А его практически мне не покупают. Вот. И получается, это первый единственный случай, когда я теперь в чужом саду вижу свои объекты. Амрикосы. Да, полукультурные. Да, Юг Украины. Вот. Но. Соревнования и дегустацию выиграли у Королевского. Хотя тот слащий в три раза. Вот так вот. Так. Немножко я пропущу. А на следующем вебинаре я вернусь к этому. Вернусь к этому. Крустная тема. Мне сейчас... Я хочу об открытии поговорить. Потому что время не резиновое. Эту тему мы обойдем. Я нашел, вот, получается, среди ученых, вот там вышло письмо. Я нашел фактически единомышленника. Это бывает редко. И сейчас я вам покажу другого ученого. Вот. С этой дурью я вас потом познакомлю. Субтитры создавал DimaTorzok